Новости науки, образования и культуры. Сегодня в выпуске. Согласно поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева, Министерство связи и коммуникаций уже реализовывает федеральную программу. Платное кабельное спутниковое телевидение не отстает. На гребне цифровой волны в Москве пройдут международная выставка и форум CSTB 2013. С 29 по 30 января он познакомит посетителей с последними тенденциями телевизионного и телекоммуникационного рынка. Среди участников 500 компаний из 26 стран мира. Впервые в рамках деловой программы выставки пройдет мобильный мультимедийный форум. Пользователей смартфонов и планшетов становится все больше и больше. Соответственно, все они уже начинают пользоваться видеоконтентом. И операторы платного телевидения не остаются в стороне и вводят эти сервисы активно с этого года. Как отмечают специалисты, последние тенденции современных коммуникаций – персонификация телевидения. Зритель уже готов сам выбирать, что и как смотреть. В связи с этим, по данным информационно-аналитического агентства Телеком Дели, увеличился объем рынка платного телевидения. Число пользователей достигло 30 миллионов. Мне кажется, что в ближайшие два года эта тенденция будет продолжаться. Мы знаем, что в 2015 году мы все должны перейти на цифровое телевидение в связи с отказом от эфирного аналога вещания. Но это способствует развитию отрасли в целом. По традиции форум завершит церемонию вручения национальной премии в области многоканального телевидения «Большая цифра». За нее поборется и телеканал просвещения. Во всех московских школах появится Wi-Fi. Об этом сообщает Департамент информационных технологий Москвы. Для того, чтобы школьники не могли получить доступ к запрещенным для них сайтам, оператор связи будет проводить фильтрацию контента. Вместе с тем, по словам инициаторов проекта, Wi-Fi даст школьникам и преподавателям больше возможностей для использования электронных образовательных ресурсов. Рука об руку в своей деятельности идут Департамент информационных технологий и Департамент образования Москвы. Электронные учебники уже к концу этого месяца появятся в нескольких московских школах. Если эксперимент окажется удачным, то в сентябре этого года электронные учебники будут уже во всех школах столицы. И это не единственная инновационная разработка в столичном образовании. Продолжит наш корреспондент. Гаджетом есть место в образовании. Планшетник не для игр, для получения новых знаний. Причем с самого раннего возраста. Выставка инноваций в образовательном процессе демонстрирует разнообразие возможностей. Благодаря, например, этой программе дошкольники могут заниматься развитием речи в компании веселых мышат и девочки Вари. Этот проект был изначально сделан для детей, которые изучают русский язык. Причем не просто детей, которые изучают русский язык, а детей билингов. То есть папа русский, мама не русская и так далее. И предназначался для детей, которые живут за рубежом. Поскольку он направлен на развитие речи, он может быть полезен и нашим русским детям. Испачканные мелом пальцы. В скором времени этот образ перекочует в архив воспоминаний. Интерактивные доски уверенно занимают свое место в школах. В Москве уже 9 тысяч таких примеров. Чем технология отличается от остальных досок? Ну, во-первых, здесь работают сразу две технологии. Это резистивные, когда мы делаем что-то ручкой и поможем работать пальчиками. Причем эта технология тач, эта технология мобзи-тач, когда она понимается, множественное поведение пальцев. То есть такие жесты. Один из школьных предметов уже можно изучать по электронным учебникам. 2013 год войдет в историю московского образования как время апробации нового инструмента обучения. Оцифрованы уже проверенные учебные пособия. Содержание тоже. Форма подачи принципиально иная. Изучая фольклор, произведение можно сразу и послушать. А лабораторную работу по химии выполнить онлайн. Важный момент. Электронный учебник предусмотрен для работы на разных платформах. Эти учебники должны быть кроссплатформенными. То есть они должны работать на планшетах, на айпадах, андроидах. Но и обязательно должны работать и под системой Windows. То есть школьнику нет необходимости покупать себе новое устройство. Новый планшет или новый какой-то айпад. Если у него дома есть ноутбук, есть стационарный компьютер, он никак не будет обделен относительно тех детей, у которых есть айпады и планшеты. Среди десятка инновационных направлений, разработанных столичным департаментом образования, электронные учебники вызывают наибольшее количество вопросов. Где взять столько компьютеров? Как подготовить педагогов? Насколько изменится процесс обучения? Наша цель – дать качественное образование ребенку. Понимаете? А это можно достигать разными средствами. Электронный учебник и любые другие средства – это один лишь из путей, один из механизмов. Апробация электронных учебников начнется в нескольких московских школах уже в этом месяце. Для того же, чтобы они плотно вошли в жизнь учебных заведений, понадобится года два. Мария Ермаченко, Илья Титов, телеканал «Просвещение». В Союзе черлидинга России формирует национальную сборную. Она поедет представлять нашу страну на чемпионате мира по этому виду спорта в США. Черлидеры в переводе с английского означают «группа поддержки». Обычно такие группы выступают на различных соревнованиях. Но черлидинг уже давно стал отдельным видом спорта. О том, что это за спорт и кому он под силу – в сюжете Ольги Афониной. От американской мечты к русскому воплощению. Сегодня группы поддержки можно встретить и в России. Черлидинг хорошо прижился в нашей стране и стал особенно популярен среди студентов. Рео Кликанова лучше всех! Мы верим в победу! Нас ждет успех! Кричалки, зажигательные танцы – все это для поднятия боевого духа спортсменов. Сейчас в вузах создают свои группы поддержки. Причем черлидеры выступают не только на чужих соревнованиях, но и состязаются между собой. Так молодая команда черлидеров «Саботаж» из Плехановского университета уже успела завоевать любовь зрителей и призовые места. Первый старт был в 2011 году на чемпионате Москвы, где мы заняли третье место. Далее мы летали в Екатеринбург, где на чемпионате России среди вузов взяли серебро. Ну а дальше, как в том американском фильме, команда с юным, но уже опытным тренером во главе, продолжала добиваться успеха. В этом году студенты университета имени Плеханова стали чемпионами Кубка Москвы по черлидингу. И успели выйти на международный уровень. Команда взяла бронзу на турнире в Риме. Чтобы стать черлидером, нужно, конечно, обладать пластикой и грацией. Остальному научат. Ну и, безусловно, надо подобрать себе костюм. Необходимый атрибут черлидера, конечно же, его костюм. Маечка, юбочка и, конечно же, такие пушистые штуки, которые называются пум-поны. Кажется, все просто. Попробуем взять несколько уроков. Я бы знаю, что есть там какие-нибудь такие движения, такие движения, такие движения. Да, действительно, такие движения есть, но они не считаются базовыми. Есть гораздо проще движения. То есть, например, самое главное – это руки, жесткость рук в черлидинге. Ну вот, пару уроков, и я уже смогу поддержать команду нашего канала. Осталось только собрать единомышленников. Ольга Афонина, Данил Свидерский, телеканал «Просвещение». Вечер в Москве. Как его провести? Несколько рекомендаций в нашей рубрике «Афиша». 23 января в 18.30 клуб любителей восточной культуры и комиксов «Хибари» начинает цикл теоретически-познавательных встреч. Тема первой – традиции как часть визуальной культуры. Гости узнают о традиции японского поклона и особенностях японского женского кимоно со времен эпохи Хэйян и до наших дней. О его истории, символизме и значении рисунков, украшающих эту одежду. Встреча состоится в Российской государственной библиотеке для молодежи. В общественном центре имени Сахарова в рамках проекта «Выставка одного экспоната» в 19.00 состоится презентация подлинных документов из личных дел узников ГУЛАГа, выписок из протокола в заседании троих с указанием обвинительных заключений и приговоров, справки об отбытии срока наказания. Организаторы проекта хотят напомнить, какой была сталинская эпоха. 23 января исполняется 115 лет со дня рождения Сергея Эйзенштейна. В этот день в библиотеке киноискусства имени Эйзенштейна Наум Клейман, Мариана Киреева и Александр Искин представят фильм о жизни и творчестве режиссера «Сергей Эйзенштейн. Дом мастера». При работе над фильмом его создатели использовали уникальные фонды Мемориального музея бывшей квартиры режиссера, где сохранились вещи, имевшие для него большое значение – записи, бесценные архивы. Мир образования, науки и культуры бесконечен, а наш выпуск, к сожалению, нет. Далее вас ждет прогноз погоды, а мы прощаемся. Увидимся, когда наступит наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова